Ну что ж, здравствуйте зрители Импульса и те, кто нас смотрит на наших площадках в социальных сетях. Мы начинаем прямую трансляцию финальных поединков первенства Уральского федерального округа по боксу. Напомню, поединки до этого шли 4 дня. Участвовало порядка 500 спортсменов из 6 регионов Большого Урала. Сегодня мы вам покажем самые зрелищные бои. Их будет 13. Вот сейчас со мной в комментариевской кабине старший тренер сборной ХМАУ-югры Алексей Головачев. Здравствуйте, Алексей. Всем привет. Очень рад вас всех видеть, как говорится. Сегодня мы станем с вами свидетелями финальных боев, которые пройдут на очень конкурентном уровне. Вы станете свидетелями того, как ребята стараются добыть себе путевку для участия в первенстве России. Это основная их задача. Ну а также здесь будет разыгрываться командный кубок. Алексей, а вот вы смотрели все эти дни бои. Насколько высокая конкуренция? Ну и может для себя уже определили каких-то фаворитов? Вы знаете, приятно то, что практически в каждой весовой категории есть конкурентные бойцы, которые на протяжении всего турнира доказывают свой уровень, свои навыки, свой уровень технической подготовки. Добрый день, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые спортсмены и любители бокса. Пять дней шли бои. Пять дней боксеры показывали свое мастерство. Пять дней на ринге спортсмены показывали свой характер. На ринге лучшие из лучших. И сегодня мы готовы начать финальные поединки первенства Уральского федерального округа по боксу. Продолжение следует... 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 На ринге лучшие из лучших. MySkills. Мы начинаем финальные бои первенства Уральского федерального округа по боксу. Возрастная категория. Юниоры 17-18 лет. Весовая категория до 71 килограмма. Первую пару боксеров судят рефери Кузнецов, боковые судьи Шепелев, Лысенко, Бердин, Салтыков, Арслан Алиев. В ринг приглашается первая пара боксеров. Дмитрий Середа, Ямаланенский автономный округ. Ашот Барсикян, Ханты-Мансийский автономный округ. Формула боя. Три раунда по три минуты. В красном углу ринга. Дмитрий Середа, Янау. В синем углу ринга. Ашот Барсикян, Хмао Югра. Первый раунд. По-другому распределить себя, чтобы, как говорится, хватило воздуха до конца. Если у профессионалов есть время и возможность перестраивать тактику в бою на протяжении длинной дистанции от 4 до 12 раундов, то у любителей таких шансов нет. У него каждая секунда на счету. Каждый эпизод боя оценивается. И вот эти вот эпизоды, которые в течение раунда были набраны, они как бы и дают большой толчок к тому, чтобы судьи оценивали именно твой навык технической подготовки, а также точность попадания. Да, ну вот я смотрю, парни буквально рубятся так, что у одного из бойцов, пока не понял, а у бойца в синем углу практически вылетела капа. То есть, ну, видно, что да, тут, в общем-то, это не похоже на разведку. Сейчас там попробуем, пощупаем, а потом начнем, а уже прям рубка здесь и сейчас, максимумный результат. Ну вот, да, и как раз, вес такой 71, то есть, это уже нелегкие, да, где-то 48-50, как бы здесь уже, помимо того, что удары хлестки, они еще, ну, максимально увесистые, ну, и плюс, как бы, чем больше массы, тем сложнее ее самому двигать на своих ногах. Да, согласен, данная весовая категория уже выходит за рамки легкого веса. Здесь уже один удар, один точный удар может решить исход боя. Ну, конечно, в любительских перчатках это сложно, но, тем не менее, чем выше весовая категория, тем больше шансов на нокдаун. Вот мы сейчас видим с вами очень хороший, плотный, конкурентный бой. Вот, Ашот, Ашот у нас борцикян из команды Ханты-Мансийского автономного округа. Эпизоды не застаиваются, но при этом на атаке соперника успешно действуют во встречном, во встречной форме. Вот, и вообще хотелось бы сразу зрителям объяснить, по каким критериям оценивается бокс, за какие заслуги, скажем так, судьи отдают победу. У ринга сидит пять боковых судей, которые, первое, это смотрят на точность попаданий, то есть удар, беспрепятственно доходящий по цели, либо это будет либо голова, либо король, а он заняется как одно попадание. В течение всего раунда вот мы часто замечаем, как соперники обмениваются ударами. Вот здесь больше преимущества уходит тому, кто поточнит. И как бы раунд, каждый раунд оценивается в десять очков победителя, в десять проигравшему. Ну, конечно, если победитель в одну калитку, скажем так, ведет бой, и его превосходство в ударах уже там больше шести, тогда, конечно, соперник поддается вместо девятия. Пять и восемь очков. Ну, это уже полное преимущество, как говорится. Насколько я знаю, за явным преимуществом в бой в Майдере, ну, как бы это уже все поняли, как говорится, и в ринге, и на трибунах. Да, главная задача лидерского олимпийского бокса это сохранить здоровье спортсменов. И здесь никто не будет рисковать этим, потому что на самом деле самой важной задачей тренера является сохранение здоровья спортсмена. В какого бы уровня он ни был, в любом случае нужно оценивать, и все-таки это бокс, это удары, ну, и при всем при этом травмы, это нормально. Поэтому здесь нужно просто максимально обезопасить спортсмена. Если вдруг он не соответствует уровню подготовки, или его соперник намного превысходит, то, конечно же, лучше сохранить спортсмена, дать ему шанс отработать вот эти ошибки, скажем так, чтобы в будущем их уже не повторять. Вот и все. Ну вот сейчас, я смотрю, ребята начали действовать уже чуть-чуть поаккуратнее, так больше выцеливают. Хотя вот как раз-таки сейчас они буквально опровергли мои слова. Я смотрю, Ашот начал защищаться, и Дмитрий там прям поддавливает с центра ринга. Ну да, вы знаете, здесь у Ашота, в принципе, выбора нет. Дмитрий Середа очень активен, он идет вперед, перекрылся, и Ашот вынужден действовать на контратаках. Я думаю, что если бы он сейчас вот эти встречные удары не выбрасывал, было бы намного сложнее. Но, тем не менее, на мой взгляд, он неплохо справляется. Хороший конкурентный бой. Ну, здесь немного Ашот поточнее, намного поточнее. В том плане, что, да, Дмитрий идет вперед, берет, старается взять инициативу на себя. Ну, Ашот, в принципе, пока на контратаках справляется. Хоть немножечко гнется вперед, вот эти опасные движения головой, они, как правило, дают ему возможность немножечко передохнуть, скажем так, в этом клинче. Вот, а потом опять включаться. Ну да, вот видно, что Дмитрий больше выбрасывал. Ну, вот сейчас встали в клинч, сейчас рефери разводит, бой продолжается. Да, вот видно, что Дмитрий, вот по количеству, ну, по крайней мере, по моему мнению, пока он выбросил больше, не знаю, насколько удары были точны, это оценивают судьи. Вот, но вот видно, да, что Ашот старается именно выцеливать. Вот, ну, да, действительно, в этом весь уже, в принципе, ох, как это сейчас было. Тут уже одним ударом что-то может решиться. Наблюдается некая усталость спортсменов, потому что они уже проводят по четвертому бою на этом турнире. Она, как правило, имеет накопительный эффект. Вот, ну, тем не менее, хочу отметить вот морально-волевые качества боксеров. Реально, каждый из них, видно, что борется за победу, доказывает то, что именно он достойен золотой медали. Ну, и хочу очередной раз отметить желание победить Дмитрия Середы. Это местный боксер, он боксирует дома, дома, как говорится, и стены помогает. Ну, вот это желание, оно немножечко, как говорится, дает ему возможность до последнего верить в победу. Ну, я предлагаю послушать, что сейчас говорил тренер в УГУ. Спорта провел 49 боев. В 44 боях одержал победу. Является победителем Кеменского Мау-Люберей. В 21-м году. Хорошо. Не надо, не надо, не надо. А как ты зател? Как ты зател? Хорошо. Подписи меня. Надо просить. А потом. Понял? Ну, сейчас мы с вами увидели рекомендации угловых секундантов. Вообще, работа в УГУ это очень важно для спортсменов. Это, во-первых, психологическая подготовка. Ну, психологическая, скажем, не подготовка, я хотел сказать, а психологический заряд такой в УГУ, который дается спортсменам. Ну, вообще, к каждому спортсмену по большому счету индивидуально подходят тренеры. Кого-то мотивируют в УГУ, кому-то просто дают короткие, конкретные задачи ставят перед ними. И, в принципе, боксер с этим начинает справляться. Вот. Кого-то нужно и, скажем так, немножечко опохмелить лещом отцовским, знаете, потому что это тоже во многих вещах помогает, как правило. Ну, вот сейчас мы смотрим, что-то очередной раз падает капа. Видно сразу, что капа – это непрофессионально. В принципе, такому возрасту уже нужно подходить по индивидуальным капам, потому что, вот как мы сейчас замечаем, нам просто мешает поединку. Такого быть, в принципе, не должно. И вообще рефери вправе дать сделать замечание. Ну, он видит, что на данный момент поединок конкурентный, что, в принципе, на мой взгляд, его ведет. Вот. Нелегко ему приходится, но, тем не менее, на мой взгляд, он поточней. И, как бы, рефери не стал уже ломать бой, как говорится, делать замечание. Но, если она еще раз упадет, мне кажется, даст замечание, предупреждение, которое может потом повлиять на исход этого раунда. Ну, вот сейчас мы смотрим третий, завершающий раунд этого боя. Ну, тут все. Это, что называется, финишная прямая. Сейчас парни просто будут делать все для того, чтобы доказать, я смог, я лучше, я не зря шел, поэтому предлагаю просто посмотреть. самым интересным будет последние 10 секунд раунда. Как раз-таки он очень сильно, скажем так, расставляет приоритеты для оценки судьями. и если в данном отрезке боксер проводит хорошо 2-3 успешных атаки с хорошими попаданиями, раунд может быть оценен в его пользу. Вот, нам осталось совсем немного. Ну, в принципе, поединок, точнее, соперник для Ашота вполне читаемый. Он не особо, скажем так, что-то меняет технически. Ну, и в принципе, может быть, оно и правильно. У каждого боксера свой стиль. Есть боксеры темповики, есть игровики, скажем так. Вот, и в основном, если боксер работает за счет темпа, он по большому счету уже ничего не перестраивает. Его задача вот так идти подламывать соперника, навязывать темп. за счет количества ударов, за счет количества атакующих действий. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что здесь намного все предсказуемо. Мы уже видим, как он идет вперед, да, пропускает, Ашот неплохо действует во встречной контратаке. Ну, и осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы судьи уже определили победителя. Вот, как раз, концовку отстучал судья-хронометрист. Вот сейчас интересно, какой яркой она будет. Закончим поединок. Сейчас будем ждать решения судей. Ну, и следующая пара у нас уже переходит в другую возрастную категорию. Юниоры 19-22 лет, где боксеры уже будут боксировать без шлемов. Давайте сейчас послушаем вердикт главного судьи. А в этом бою единогласным решением судейской коллегии победу и звание победителя первенства Уральского федерального округа по боксу занимает Ашот Барсикян Сиди-Угол Хмао-Югра. Для награждения боксера в ринг приглашается директор дворца сперта звездный Ликтин Роман Вячеславович. Ну, как я и говорил, что Барсикян в этом бою становится Дмитрий Середа. Дмитрий Середа молодец. Провел три хороших конкурентных боя, где стал победителем. К сожалению, в финале остановился. Хочу сказать, что большое будущее у этого парня. Главное работать, тренироваться и все тогда у него получится. бюро. В ринг приглашается руководитель федерации бокса Ямалонинска автономного округа Сман Сергей Анатольевич. Вот, что я хотел сказать о следующей возрастной категории юниоров 19-20 лет. Сейчас мы увидим с вами поединки в различных весовых категориях. Ну, что я бы хотел отметить, что практически в каждом весе выступают хорошие конкурентные бойцы. именно для этого уровня, уровня, скажем, уральской сборной, которая только начинает заходить в взрослый бокс, которая подает большие надежды. Отличие от юниоровского бокса здесь, в принципе, формула боя остается та же, единственное, боксеры уже работают без шлемов, это намного травмоопаснее, это намного зрелищнее, вот, и здесь, как правило, от боксеров уже требуется высокий уровень защиты, потому что, по большому счету, каждый из боксеров, атакуя, должен здесь думать о защите, о защите, должен думать об атаке, как говорил великий боец Майк Тайсон, вот, и вот сейчас, как вы видите, уже боксеры выходят без шлемов, и интересно будет противостояние боксера из Свердловской области против Курганского боксера, я его давно наблюдаю, боксирует, он уже на протяжении, наверное, трех-четырех лет, и вот, всегда доходит до финальной стадии отборочных соревнований, посмотрим, что его будет ждать в данном бою, не скажу, что я здесь за кого-то болею, но хотелось бы увидеть хороший, красивый, конкурентный бокс. Итак, еще раз о боксерах, это красный угол ринга, это Виталий Потапов из города Багданове, Свердловская область, КМС по боксу, да, весовая категория, весовая категория, легкая, и это все интересно будет, потому что это 48 килограмм, а его оппонент в синемогу ринга это Клобухов, или Клобухов, ну, пусть не обижаются, не знаю, как поставить ударение правильно, Степан, из Курганской области, также КМС по боксу, предлагаю посмотреть, что сейчас нам покажут эти парни. Виталий Потапов, боксеры атакуют много, быстро, часто, и плотность боя, как правило, ну, заставляет выходить, выводить себя на эмоции, наблюдать за этим, смотреть, с таким адреналином, скажем так, вот, мы сейчас посмотрим, что боксеры нам покажут, как бы, хотелось бы, конечно, увидеть даже нокдаун, хотя, для этого весовой категории это не так часто происходит, но, тем не менее, это может прибавить большой зрелищности в этом поединке. Если вы заметили, оба боксера стоят в разносторонних стойках, боксер красного угла боксирует в левше, что в данном случае дает ему преимущество в том, что соперник, в принципе, на входе в атаку не может доставить никаких неудобств, вполне читаемо действует, и, тем не менее, вот, не останавливается на своем, он старается атаковать, но пока безуспешно, скажем так. Видно, что боксер из Свердловской области немного превосходит по школе, по классу, скорее всего, это сказывается тем, что у него намного больше занимается боксом, и, в принципе, ну, видно больше преимущество здесь, скажем так, ярко выраженное. Ну да, здесь даже, в принципе, видно по физике, он чуть более рослый, то есть, по длине руки, а когда заходит, поскольку передняя рука на переднюю руку, то здесь, да, видно преимущество есть, где-то он, где-то он своего оппонента просто джебом держит и не дает ему что-то сделать. да, здесь, в принципе, справляется Виталий Потапов, справляется с легкостью, скажем так, даже на небольшом кураже. Ну, а теперь давайте обослушаем, что скажут, спутанты. В красном углу ринга Виталий Потапов, Свердловская область. Виталий занимается боксом 7 лет. Кандидат мастера спорта. Счет боев не ведет. Победители Свердловской области 24-го года. Победитель чемпионата УРФО в 2023-м году. Тренируется под руководством тренера Фомина Сергея и Фомина Владимирова. Виталий Потапов, Свердловская область. Получается вот так все? Почему мы будем облинать, то, вот так все? Лише. Все так же. Не давать, не только на себя. Вот все время стал жопом. Стал нет, нет. Стал фондарты за один. Второй. Браво. Вы знаете, вот на протяжении многих лет прослеживается как на различных территориях нашего Уральского федерального округа. В принципе, проходит конкуренция, да, в различных возрастных категориях, лесовых категориях и тому подобное. Вообще, в многом все зависит, конечно, от уровня финансирования сборных команд. У каждой территории свое финансирование, как правило. Боксеры из Курганской области всегда отличались тем, что при своих минимальных финансовых возможностях они всегда выдавали боксеров, которые конкурируют и доставляют неплохую конкуренцию на уровне, скажем так, сборной России. И есть там тренеры, которые с энтузиазмом, с большим желанием работают, тренируют, воспитывают этих ребят. И вот, в принципе, на них все держится и хотелось бы поощрить их работу в этом плане, что они не останавливаются на достигнутом, а двигаются только вперед. В данном случае, да, видно преимущество, конечно, Виталия Потапова. Вот. Ну, тем не менее, отметьте, каким, с какой, с каким настроем, с каким запалом Степан Клобухов проводит поединок. Он до последнего надеется на то, что он сможет победить. Пока этого не удается, но характер, да, который демонстрирует спортсмен синего угла, он, конечно, заслуживает похвалы. Ну, здесь похоже, что, ну, подавляющее преимущество у Виталия Потапова. Алексей, как вы думаете, есть ли у этого поединка шанс на досрочное завершение? Ну, такой маленький прогноз, сходя из опыта. Ну, здесь сейчас все будет зависеть от количества пропущенных ударов. На самом деле, я не скажу, что Виталий Потапов обладает там каким-то жестким, нокаутерующим ударом, но тем не менее, мы видим тоннаж, да, который Степан уже, в принципе, нахватал в этом бою за два раунда. Я думаю, что, в принципе, может быть, поединок закончится досрочно. Ну, опять же, это все будет на усмотрение личных тренеров и рефери, которые находятся в данном случае в ринге. Ну, а пока мы видим с вами полное преимущество здесь, по большому счету. Вот как раз в таких поединках боксеры могут оценить раунд под 10-8. То есть, это когда спортсмен, ну, здесь уже, да, нокдаун как раз, то, о чем я думал, в принципе. Немножечко разные уровни боксеров, поэтому этого следовало ожидать. Да, ну, вот рефери в ринге принял решение, что бой должен быть продолжен. Ну, действительно, да, видно, что у Виталия Потапова подавляющее преимущество, хотя его оппонент Степан просто на морально-волевых он просто вытащил вот до гонга. И опять же, слушаем, что говорят угловые боксеры. Степан Клобуков, Курганская область. Степан занимается боксом с 7 лет. Кандидат мастера спорта провел 43 боя. Из них в 35 боях одержал победу. Является финалистом первенства Уганской федеральной полосы от 23 каши. Шейнер улица под руководством Кенера Коны Илья и Конпович Юрий Степан Колобуков Уганская область. Провалил. Просто шаг в сторону. Надо привязать стоп. Стоять стоп. Я попаду в кольце. Раз я коррекую. Нормально. Снимите хорошо. Отлично. Секунданты за линк. Третий раунд. Ну что ж, вот мы видели уже первый нокдаун в череде финальных поединков. Причем, что показательно, его оформили легковесы. Вот сейчас все будет решаться. Смотрим. Я так думаю, что сейчас Степан просто будет пытаться вырубить себе победу, потому что ему надо только двигаться вперед. Хотя, конечно, какие установки тренеров может быть и просто достоять. Да, не думаю, что в этом бою нас ждет какой-то сюрприз. Виталий Потапов сохраняет преимущество. Я думаю, что сейчас будет еще очередной нокдаун, потому что уже видно, как Колобухов просто выдерживает на морально-волевых качествах этот град ударов, которые он пропускает. Очень много ударов по туловище пропущено, что, конечно, лишает возможности боксера вообще сопротивляться. Понимаете сами, как сбитое дыхание это уже в принципе подбитый, как говорится, подбитая дичь. очередной нокдаун, что она в принципе и следовало ждать. По большому счету я думаю, что этот поединок будет завершен досрочно. Видно, как тяжело. Очень много напропускал. Все, боксеров разводят по углам. Я думаю, это правильное решение. Ну да, кстати, вот как отметили, что корпус решает все, как еще великие руки Мрача наговорил убей тело, голова она сама отвалится. Ну что ж, мы все видели, но ждем решения судей. В этом бою ввиду явного преимущества победу и звания победителя первенства УРФО весовой категории до 48 килограммов одерживает Виталий Потапов Красный угол Свердловская область. Поздравляем Виталия. Напомню, победители данных соревнований завоевывают себе путем участия в первенстве среди молодежи, которая будет проходить в Анапе в мае месяце, где будет формироваться сборная страны, которая уже в дальнейшем будет принимать участие на первенстве Европы, мира и тому подобное. вообще данные соревнования открывают путевку в боксерскую жизнь для многих из ребят. Эта путевка дает огромную мотивацию для того, чтобы расти дальше, прибавлять, скажем так, увеличивать тренировочные объемы и стремиться к тому, чтобы на первенстве России также стать победителем. Вот этот вкус победы он у них остается и на этом энтузиазме они, скажем так, продолжают тренироваться и вновь, вновь, вновь наращивая, скажем так, уровень и свой уровень технической, физической и функциональной подготовки. Что ж, поздравляем боксеров и ждем следующую пару. Это будет весовая категория 51 килограмм. Оба бойца из Челябинска. Наверное, они хорошо знакомы друг с другом, поэтому это максимально интересный поединок. Да, будет интересно посмотреть двух боксеров из одного региона. Ну, я вот смотрю по уровню разрядов немножечко разница. Максим Шайдоров является кандидатом мастера спорта, Егор Горбушин, я так понимаю, уже является мастером спорта. А вообще, для понимания зрителей, боксерские разряды, именно мастер спорта России по боксу, присваиваются уже в совершеннолетнем возрасте. Ну, есть исключение, когда боксер, скажем так, в юниорском возрасте выигрывает первенство России, да, там ему присваивают тоже мастера спорта. А в принципе, по большому счету, вот все, что происходит в областном боксе, вот там уже и начинается, говорится, такой серьезный уровень подготовки. Ну, что ж, посмотрим, это Челябинское дерби, парни прям видно, что слегка осторожничают, ну, давайте понаблюдаем за боем. Вот сейчас мы, в принципе, видим с вами, как оба боксера действуют в игровой форме, то есть они пытаются друг друга обыгрывать, боксер красного угла, скажем так, неплохо работает вторым номером на ногах, двигаясь, двигаясь, подлавливая соперника на промахах, скажем так. Ну, Степан Клобухов пытается через ложные действия провести успешную атаку. Алексей, а вот в таком весе 51 килограмм, что здесь важнее, сила или скорость, на что здесь бойцы, ну, и тренеры, которые готовят, делают ставку? Ну, преимущественно в этой весовой категории, конечно, многое решает скорость. Вот. Есть боксеры, которые в этом весе неплохо бьют, скажем так, являются ударниками, ну, это, в принципе, решает больше в профессиональном боксе. Вот. В любителях сила это не то качество, за которым надо, скажем так, стремиться. Да, она является одной из, скажем так, тоже одним из важных качеств, которым должен обладать боксер. Ну, для легковесов, как правило, нужно скорость и скоростная выносливость, что очень определяет, в принципе, вот на протяжении всего поединка преимущество над соперником, скажем так. Ну, вот мы сейчас видим, Егор Горбушин пытается работать первым номером, то есть он более активен, поджимает соперник и пытается навязать ему свою инициативу в бою. Ну, а Максим, в принципе, пока не так, скажем так, не так уверенно проводит свои контратакующие действия. Ну, и вот здесь в каждом раунде я думаю, что у судей будут стоять задачки посложнее, нежели чем в тех поединках, мы с вами наблюдали ранее. Вот как раз последние секунды первого раунда. вот сейчас, по-моему, был расчет на такую точечку. Ну, что ж, смотрим. В красном углу ринга представитель Челябинской области Максим Шайдыров. Боксер занимается боксом 8 лет. Кандидат мастера спорта. Провел 75 боя в 70 одержал победу. Первое место в Челябинской области, второе место в городе Казань в 2023 году. Тренируется под руководством тренера Сайфулина Родиона и Васькович Алексея Максим Шайдыров. Секунданты за ринг. Второй раунд. Сейчас мы с вами увидели рекомендации тренеров для каждого боксера. Они, скажем, индивидуальны. Но очень всегда интересно наблюдать за тем, насколько эти рекомендации и задачи тренерские выполняет спортсмен. Насколько он может их выполнить. И я видел немного боев, в которых рекомендации очень сильно помогали спортсмену. В принципе бой переворачивался в другую сторону. То есть боксер мог выходить в первом раунде и проигрывать в одну калитку. После правильных расстановок и приоритетов в углу бой переворачивался в другую сторону и он одерживал победу. Это было не раз. Здесь все зависит от конечно в первую очередь уровня технико-тактической подготовки. Ну и второе это конечно дисциплина боксера. То есть не каждый боксер способен выполнять задачи поставленные задачи потому как есть много факторов. И соперник может перестроиться что-то поменять и сам боксер может не поверив в себя скажем так не уверенно действовать на основе этих задач. Но тем не менее вот в данном случае от обоих тренеров были совершенно правильные рекомендации именно по тактике. Будет интересно сейчас наблюдать насколько успешно с ними справятся боксеры. ну вот видно что Егор Горбушин с начала раунда поменьше выбрасывал ударов но по крайней мере по моим ощущениям было видно что там ставка именно на акцент он видимо ну такая была установка что надо вкладываться надо что-то делать. да Егор Горбушин неплохо действует именно выборочно то есть он бьет по открытым местам соперника и более скажем так точнее ну на мой взгляд опять же вот Максиму Шайдырову сейчас приходится немножечко скажем так искать ключ к победе потому что не так успешно получается действовать действовать в каждом эпизоде тем не менее сейчас мы посмотрим вот еще один фактор который выдает скажем так боксера и боксер может даже об этом не знать что он его выдает это когда он высовывает капу изо рта во время боя что вы сейчас наблюдаете у боксера красного угла это сигнал о том что он уже начинает начинает дышать что ему не хватает воздуха и как правило если знать эти различные факторы боксеру просто синего угла сейчас постарается добить его по корпусу и для того чтобы его лишить возможности на третьем раунде успешно действовать скажем на ногах и тому подобное ну вот здесь как раз таки Егор пока пытается нормально пробить голову вот закончился раунд слушая боксера синего угла в синем углу ринга Егор Габушин Челябинская область Егор занимается боксом 8 лет мастер спорта провел 80 боев в 75 боях одержал победу первое место спартакиады России второе место кубок Египетова Денисова четырехкратный победитель Уральского федерального округа тренируется под руководством тренера прибаловца Виталия Егор Гарбушин Челябинская область Я считаю что Егор Гарбушин здесь действует намного успешнее в своей манере как говорится в атакующей форме вот если заметили если заметили мне кажется что Максим Шайдыров помладше будет потому что визуально заметно как Егор превосходит в физическом плане и функциональном данный раунд уже как правило подтверждает его превосходство тяжеловато Максим я думаю что молодой боец который только перешел из юниоров в молодежь поэтому здесь не стоит отчаиваться здесь все впереди ну вот рефери заканчивает поединок для того чтобы просто сохранить здоровье спортсмена потому что преимущество ярко выраженное как правило здесь шансов я не думаю что уже какие-то будут по большому счету вот еще и напропускался скорее всего по корпусу потому что видно как он выражает ну да эмоции шел ну вот ну как бы это спорт слушаем судей преимущество победу и звание победителя в первенстве Уральского федерального округа по боксу весовой категории до 51 килограмма одержал Егор Горбушин Челябинская область Синий угол награждение проводит директор 20-го спорта звездный Ликтин Роман Вячеславович победителем первенства Уральского федерального округа серебряным призером становится Максим Шайдыров Челябинская область награждается медалью и грамотой а победителем первенства Уральского федерального округа становится Егор Горбушин Челябинская область привыкли приглашается руководитель дирекции Федерации бокса России в Уральском федеральном округе чемпион мира среди военнослужащих мастер спорта международного класса по боксу Дягилев Дмитрий Александрович Дирекция общероссийской организации Федерации бокса России в Уральском федеральном округе благодарит директора Дворца спорта Звездный Романа Вячеславовича Алифтина за организацию на высоком уровне первенства Уральского федерального округа по боксу Четвертую пару боксеров пытается побороться за золото против Никиты Устина Смирнов в Сынновской области в синем углу Никита Устина Хмал Югра Олега Смирнова манера такая скажем так не особо как вам сказать игровая скажем так да с применением некоторых таких сцен и артиста скажем так он любит заполнить паузы различными финтами ну это конечно добавляет зрелищности это конечно даже выводит из себя некоторых соперников ну самое главное чтобы для него это было скажем так успешно в том плане чтобы эти финты не приводили к тому что боксер пропускает удары вот Никита Устинов умеет работать с такими соперниками очень неплохо может действовать выборочно в этих ударах и в принципе обладает хорошей жесткостью для этой весовой категории поэтому мне очень будет интересно сейчас что они смогут друг другу предоставить на протяжении поединка как вы видите сейчас проходит разведка сейчас больше идет такое психологическое скажем давление разведка боем оба соперника пока не форсирует пристреливаются друг к другу вот Никита неплохо действует одиночными ударами выборочно с таким боксером как Олег Смирнов нужно очень часто бить по животу потому что он очень чувствительный гибкий голова у него постоянно гуляет скажем ее сложно выцеливать при этом корпус остается на месте и поэтому все атаки нужно строить что Никита сейчас и делает через атаки по туловищу да видно судя по кондициям и подготовке бойцов тут если и будет досрочное решение то это скорее всего будет досрочное только если это будет нокаут да ну опять же в данном случае оба боксера соответствуют уровню подготовки до нокаута здесь дело довести будет тяжело потому как вы уже на протяжении двух минут видим всего лишь как несколько ударов дошло до цели хотя и выбрасывалось нормальное количество как будто сейчас Никита навстречу неплохо сработал вот Олег Смирнов немного перестроился пошел в атаку сейчас опять старается вытаскивать соперника на себя за счет этих вызывающих действий ну и опять же Никита вот в этом эпизоде был поточней вот я думаю что пока один-два удара преимущество за ним вот эти джебы вот Олег старается строить атаку через переднюю руку вот подлавливая соперника на атаку ну Никита тем временем пока все видит чувствует за всем успевает как правило но посмотрим что будет дальше сейчас первый раунд закончится давайте теперь послушаем секундантов красного угла в красном углу ринга готовится к положению боя представитель Свердловской области Олег 10 лет кандидат мастера спорта участник чемпионата России в 23-м году тренингца под руководом тренера Русанова Константина и Дмитрия Олег Свердлов Свердловская область Заметьте плотность боя не особо высокая но вот именно уровень интеллекта в этом бою просматривается у обоих боксеров и как правило боксер в принципе должен стараться не пропускать удары что сейчас по большому счету нам демонстрирует оба боксера а это все говорит уже о классе их об уровне их подготовки посмотрим сейчас что постарается перестроить оба боксера во втором раунде вот мы видим Олег Смирнов активизировался начинает уже более активно действовать Никите приходится сейчас подстраиваться под его атаки для того чтобы успешнее контратаковать но сейчас мы с вами будем наблюдать качели я уверен в этом здесь сейчас эпизоды начнутся то в одну то в другую сторону и это будет нам добавлять только зрелищность вот неплохой еще один ответный удар который Никита оставляет за собой Олег вроде действует да уверенно все на скажем так через обыгрывающую манеру Никита при этом хладнокровен смотрите он в принципе не реагирует на эти финты сохраняя спокойствие вот посмотрим сейчас будет второй третий раунд все по нарастающей все будет намного интересней поэтому смотрим наслаждаемся вот видно что сейчас бой активизировался но опять же видно что на так сказать вызовы Олега на себя Никита да сильно не реагирует а если реагирует то ударом как правило то есть просто не рвется все правильно он делает тактически я сейчас говорю за Никиту Устинова в принципе не ведясь на провокации соперника ну очередной вот удар который доходит до цели я думаю я думаю здесь уже второй раунд более ярко выражено преимущество за Никитой вот опять очередной джеб который Олег Смирнов пропускает вот и сейчас он конечно вынужден идти отыгрывать эти пропущенные удары но посмотрим насколько Никита сможет противостоять а я уверен на сто процентов что у него все получится сейчас будет интересной концовки концовка этого раунда потому что здесь за каждый эпизод идет борьба тем интересен бокс что здесь все может поменяться в любую секунду очень важно сохранять спокойствие быть дисциплинированным в бою вот что на данном уровне видно вот опять встречный удар который Никита успешно завершает концовки раунда думаю что второй раунд тоже за боксером представляя боксера синего угла в синем углу ринга готовится к финальному раунду представитель хантаматистского автономного округа Никита Устина Никита занимается боксом 12 лет мастер спорта провел 94 боя в 87 боях одержал победу также Никита в 9 международных встречах одержал всем побед чемпион уважаемые зрители всем хочу сказать до свидания спасибо за эфир за то что вы нас послушали всего вам доброго смотрите бокс занимайтесь боксом бокс национальный вид спорта подfind да уважаемые слушатели зрители импульса я Павел Прожогин с вами не прощаюсь трансляция у нас будет идти еще долго потому что это пока еще идет пятый бой а всего у нас их будет 13 Сейчас ждем мы финальный раунд между Олегом Смирновым и Никитой Устиновым. А ко мне в комментаторской кабине присоединяется Айдар Ниталеев, тренер нашей Новорингойской школы «Контакт» и тренер нашей сборной команды «Ямала по боксу». Здравствуйте, Айдар. Добрый день. Присоединяюсь к нашему бою, к нашим соревнованиям. Айдар, вот смотрите, поединок достаточно такой плотный, ну ребята прям рубятся. А вообще есть разница, Уральская школа бокса, Ямальская, Югра, Курган, если есть, то в чем? Ну да, мы наблюдаем достаточно конкурентный бой, никто не хочет уступать, противники видно, что нету большого преимущества у кого-то из них. А по поводу того, что разница в школе бокса, больших различий нету, по сути, все мы делаем одно дело. Это у нас основная советская школа бокса, перерастающая в современный бокс, как бы она по всей России, как бы придерживается примерно одного плана. Кто больше работает, лучше работает, продуктивнее, тот и выигрывает. Если мы говорим прямо о школах бокса, это разница, можно увидеть российскую и страны СНГ, это одно, как бы советское направление. Европейцы более силовые, темповые. И американская школа бокса, это такая более профессиональная, вот как если кто наблюдает за профессиональным боксом, там видно, они более плотно стоят на ногах, дистанция у них более близкая между спортсменами, тяжелыми ударами они атакуют. А в нашей советской школе бокса и перерастающей в российскую, современную, как бы больше обманных действий, движений на ногах, проявления мастерства именно на дистанции больше. А профессиональные американские школы, они ближе всегда на средней дистанции, работают средней ближней дистанции. Нельзя сказать, что какая-то имеет преимущество, каждый по-своему добивает своего успеха. Так, ну вот у нас блица к завершению третий раунд, и вот, собственно говоря, он и завершился. Бой действительно был очень плотный. Ну что ж, ждем решения судей, это действительно интрига, сейчас им надо посчитать все, кто сколько набрасывал, кто сколько напропускал. В этом бою победу одержал боксер с синего угла Никита Устина, Клау Югра. Награждение проводит руководитель региональной федерации бокса Ямал-Анининского автономного округа Сергей Анатольевич Смансер. Серебряным призером первенства Уральского федерального округа по боксу весовой категории до 54 килограмм становится Олег Свердловская область. Победителем первенства Уральского федерального округа по боксу весовой категории до 54 килограмм становится Никита Устина, Канты-Мансийский автономный округ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова